значит в прошлый раз но я анонсировал что мы сегодня будем доказывать такую теорему что если у вас кольцо к факториально то кольцо многочленов от одной перемены над к тоже факториально и в прошлый раз мы сделали большой шаг а именно мы вспомнили седьмой класс и мы для кольца к оба целостяка построили так называем поле частных которые будут возле через просто рассмотрев всевозможные пары а.б. такие что бэнер о нулю и это в отношении квалифинности потом ввели на этих парах отношения сложения умножения и там проверили некоторые свойства то что это поле остальные как бы остались на семинар и мы знаем что то есть нас поле частных и что более частных и мы знаем что над любым полем кольцо многочленов одной перемены она и в виду поэтому она факториально ну и вот из этих двух компонентов из того что к факториальный фотос факториально мы будем сейчас доказывать что катокс факториально но это займет примерно у нас я думаю половину лекции чуть больше а дальше мы поговорим по критерии неприводимости и перейдем начнем проходить вторую часть курса второй плане курса и матери полей так значит я напомню то что говорил в прошлый раз чтобы у вас выстроилась такое четкое доказательство как доказать реальность вообще я напомню что факториальное кольцо но вообще говоря там нужно доказать что существует единственное разложение в произведении неразумных неприводимых элементов то есть в данном случае неприводимых многочленов но мы знаем что там музыка и на самом две вещи нам нужно доказать существование разложения и второе это то что любой неразумных многочлен является простым элементом многочлен обычно называется неприводимыми поэтому я буду и другое употреблять то есть неприводимых вот и основная идея такова что у вас есть возьмете к от x то там бывают неразумные элементы двух типов во первых это собственно неразумные элементы к естественно сайт к от x то у вас неразумные элементы это либо константы которые неразумные элементы к а второе это какие-то многочлены то есть если мы возьмем произвольный многочлен то в край до любом у любого многочлена можно взять ноту коэффициентов и вынести за скобку и это уже будет его разложением то есть если возьмете любой многочленов от x то вы можете его представить виде а умножить там на f крышка от x где а это нот коэффициентов то есть по крайней мере такое разложение всегда есть и понятно что у вас если у вас тут есть какие-то нажим элемента то это будет какое-то разложение поэтому если многочлен у вас является неприводимым то что по крайней мере но только центов должен быть равен единица и такие многочлены будут называть примитивными то есть второй тип второй тип неразумных элементов это неприводимые многочлены 102 коэффициентов равном единице это какие-то примитивные многочлены определение до многочлен я уже говорил об этом прошлый раз но вот еще раз повторю многочленов от x примитивен если нота его коэффициентов равен единица ну и ассоциирован с единиц что то же самое вот и вообще разложение устроим так что у вас любой многочлен из кат x вы выносите коэффициент вот этот нот его раскладывать иного произведения разложим их это можно делать потому что это кажется факториально начинать раскладывается а вот примитивным многочлен но он еще должен рассказать про зене каких-то примитивных неприводимых многочленов и мы сейчас будем доказать что вот именно такая ситуация есть и такая картинка действительно имеет место тут возникает вопрос как доказать вторую часть я сейчас просто вот таки дубу идею а потом сейчас буду подробно строго доказывать водность а нам за счет кусть чтобы разложить многочлен вот вы вынесли коэффициент его разложили на такие неразложимые элементы а потом еще должен прийти в много чем что делать но мы знаем что у нас кольцо f от x факториально поэтому мы можем вот этот примитивный многочлен разложить над кольцом f от x то есть представить в виде произведения многочленов но у них будут там вообще говоря коэффициенты не целые дамы то есть не которые лежат не в к а которые лежат в этом поле частных но если у вас есть многочлен в поле частных то мы можем все эти коэффициенты как бы найти там вынести общий знаменатель и вместе общий числитель и избавиться от от этой вот нецелости и получить что-то многочлен это какое-то примитивную многочлен умножить на какое-то число то есть давайте от уже не напишу во-первых я хочу сказать что несколько тривиальных утверждений сделаю во первых есть просто многочлен если у вас есть многочлен из к от x то существует такое а ну собственно 2 можно представить какой-то примитивный магазин можно какое-то число но это просто по определению существует а из к такое что и под x равно она на из крючка ты где в крючке от x примитивный да я же скажу еще одно замечание я очень часто буду тут вот тут есть на самом деле в многочленах есть такой неприятный магазин 0 с которым часто все утверждение не работает но вот я буду считать что у меня многочленами по большей части не тривиальны поэтому там для нуля можно это не рассматривать вот нас во вторых если я возьму конец многочлен с волной от x который лежит в f от x то есть над полем частных то я могу найти такие числа и б когда существуют такие а и б из к что с волной от x равно а делить на б на и в крышке от их где вот снова искать как примитивный то есть я любой вот такой любой многочлен из поле частных могу из него вынести кучки и таки цента так чтобы остался тут примитивный многочлен надо ли это доказывать или понятно ну смотрите на сюда что такое fat x да давайте докажем доказательства на честь нас есть многочленов от x у него какие-то там коэффициенты альфа n на x вены плюс и так далее плюс альфа нулевое значит альфа и ты у меня лежат в поле частных то есть альфа это на самом деле равно какой-то а это на будет и где а это и бы это и у меня лежат в к то есть у меня это многочлен можно перечать его как арены на бн на x вены и так далее плюс а нулевое на бы нулевое ну и дальше я могу просто взять вывести общий знаменатель и сказать что это то же самое что давайте я могу один например на б с волной возьму бас волной например просто произведение бэнного бы нулевого ну и тогда я могу написать что меня вот тут вынесу один на б с волной а внутри останется такой многочлен типа с какими-то целыми коэффициентами но я вынес там вылез такой знаменательность у меня я должен до множесть это все там аэнная должна множесть на бмс-1 тогда либо 0 и так далее но вот я получил какой-то многочлен с целыми коэффициентами а дальше из него я могу просто вычесть его not в такое видео представить ну вот у меня получится что считается многочлен я могу переписать как а на их с крышкой от x и тогда получится что исходный многочлен с волной от x но представится как какое-то вот она бы на f с крышкой от x так понятно что происходит и лесочкам быстро говорю нормально окей ну то есть вот эти многочлены которые с такими дробными коэффициентами с и по социальными коэффициентами а я самом деле просто отличаются на константу от обычных многочленов и действует следующем что если мы умеем раскладывать над над полем f многочлены неприводимые ну то мы в принципе можем мы можем доложать на коэффициент и получать разложение для каких-то для каких-то многочленов из к от x и на самом деле этого разложения нам хватит для того чтобы дать факториальность ну давайте подробно напишем то есть утверждение пусть у меня опять еще одно вспомогательное утверждение значит допустим я многочлен из f от x представил виде произведения каких-то многочленов и штраф от x и of it и от x они лежат в поле частных кольца многочленов под полем частных тогда если я возьму соответствующие им примитивные то для них просто выполнено вот такое равенство тогда остается равенство выполнены для примитивных многочленов я вот тут буду использовать такие обозначения где у меня обычный многочлен это он житко от x многочлен с крышечкой это которая примитивная его часть а с волной это многочлен у которого коэффициенты могут быть они лежат в ка именно быть дробными дробными частями то есть если я обозначу вот через f с крышечкой примитивный магазин который средств многочленов с волной то для примитивных магазин выполнено вот такое равенство то есть я на самом деле из разложения в f от x могу получить разложение в кольце к от x так же и репестивных многочленов давайте докажем ну начни по предыдущему утверждению я могу любой многочлен представить как примитивно на какие-то два коэффициента давайте так и напишем значит у меня написано такое равенство а б на их с крышечкой от x равно 1 b 1 на f1 с крышечкой от x и так далее a n b n f n с крышечкой от x то есть я представил многочлен с дробными коэффициентами через просто вывез вынесет у дробь и оставил внутри примитивный многочлен ну давайте бы теперь все из вами сядь знаменателей значит это все можно переписать как такое равенство а с волной на и под x оно равно там какой-то какой-то коэффициент вот давайте давайте бы напишем то что мы не путали чтобы вы будто буду будет их цен большой c а тут будет справа коэффициент d то есть у нас слева и справа написано произведение примитивных многочленов причем значит c и d это какие-то числа вот я хочу в таком равенстве избавиться от c и от д сказать что если у нас выполнено вот такое равенство на самом деле я могу написать вот равенство в духе того что написано сверху а это все очень следует того утверждения что произведение примитивных многочленов примитивно если я это знаю то у меня получится что слева стоит примитивного гостя на какой-то c и значит нот коэффициентов равен c если проезд я докажу что произведение примитивных многочленов примитивно то тогда у меня вот это произведение тоже будет примитивным и это все есть многочлен будет примитивным умножить на d начнем нот коэффициентов равен d получится что слева нот коэффициентов равен c справа нот коэффициентов равен d значит c и d они ассоциированы я знаю что я могу на них сократить ну и там немножко подкрутив какой-то многочлен на обратимый элемент получить что f от x крышечка равно вот такому равенству и все что мне осталось доказать это доказать что произведение прийти в очень примитивный я признаков в прошлый раз давайте мы еще раз повторим произведение примитивных я напомню что мы просто раз доказывали причем просто посмотрели на просто мы такая же использую фактор колец давайте я повторю что мы там делали мы сделали следующий ночь мы взяли использовали так называемую лему мы есть такое утверждение которое целим и гаусса и и может сказать как вы просто вот этот реализации лима гаусса ну или то есть это все эквивалентное утверждение ну или сейчас то что сквозь уже не тоже нацелем и гаусса значит берем допустим есть два многочлены примитивных допустим 1 от x f2 от x они примитивные следовательно их произведения тоже примитивные многочленов ну пусть это не так пусть это не так то есть произведение многочленов делится на какой-то очень-очень примитивный многочлен начнут не тривиален если он тривиален начнется какой-то неразложимый элемент на который делится это произведение то есть произведение один с крышкой 2 с крышкой от x она делится на какой-то п где п неразложимый элемент к ну а из этого следует что на самом деле либо фонис крышка так делится на поле бы два крышка делится из-за здесь на почему это так но потому что по неразложим в к значит п это простой элемент к значит к по идеалу прожженному п это область целостности значит и кольцо многочленов над этой область целостности тоже область целостности а это штук канонические заморозного фактору кольца многочленов к от x по идеалу прожженному п ну а если это правда то значит у вас сам сам п это простой элемент не только кольца к но и кольца к от x но это значит что если воспроизведение двух многочленов делится на п то значит хотя бы один из них становится делится на п значит отсюда следует что либо f1 от их делится на п либо f2 от их с крышкой делится на п а значит один из них не является примитивным потому что метка сент делится на п но я быстро горы просто просто раз говорил то есть вроде бы понятно что происходит окей то есть еще раз значит если у вас произведение примитивных моченов примитивно на счете это справа написано примитивен вы дальше нужно использовать к если такое простое утверждение которое могу тоже оставить там на то что семинаре забрали что если у вас есть примитивные многочлены можно какое-то число то значит нот коэффициентов у этого многочлена равен там c но это понятно но и тут тоже он еще это много чем от коэффициентов равен c в этом мальченко центов равен d значит c и d ассоциированы то есть часто на какой-то обратимый элемент кольца к ну и значит можно там написать равенство в духе f от их с крышечкой равно какой-то у на обратимый элемент на f1 с крышечкой у него тоже быть примитивным многочлен f2 с крышечкой так далее fn с крышечкой понятно что если я доножил на обратимый элемент то он остался тоже пропорционально многочленом там ничего не поменялось вот то есть мы тем самым мы в этом утверждении две важные вещи во первых мы доказали что вот про часть 2 мы доказали что если у вас есть неразложим элементы к то они простые элементы к от x это часть второго утверждения а вот эта вот часть она поможет вам переходить от от разложения в кольце f от x к разложению в кольце к от x понятно но давайте тогда может теперь все доказать ну давайте еще не докажем например но давайте еще докажем но там было движение 1 это будет вы бы трудно 2 давайте еще 3 докажем тоже полезное утверждение пусть у меня есть примитивный многочлен давайте вот этот крышка напишу ну и степени его больше единицы больше больше нуля то чтобы у нас есть такие константы которые прийти на многочлен тонной и ровно единицы обратимы на мы их не будем рассматривать тогда начиная в крышке не приводим в кат x так тогда только тогда когда он не приводим в фат x это я то есть я показываю что вот я буду применять вторжение 2 показываю как можно использовать то что доказывает что например что неприводимость многочленов кат x она и эквивалент неприводимости в фат x но в одну сторону тоже не должно быть очевидно какую если многочлен не приводим в фат x то есть он не представляете виде многочленов меньшей степени в фат x то значит что он и здесь не приводим потому что если бы он раскладывался в кат x как-то мы знаем что из него нельзя выяснили каких коэффициентов потому что он примитивный значит если бы раскладываться в кат x то это бы предложение защитного службы как разложение в фат x поэтому справа налево это очевидно поэтому интересно представляет как случае слева направо ну пусть он не приводим в кат x давайте таком что не приводим в фат x ну пусть он приводим в фат x пусть мы его разложили в фат x значит нас получились какие-то тут многочлены фаде от x волной и фант x волной по предыдущему утверждению мы знаем то что тогда для него был то же самое разница с крышечками значит выполнена разница с крышечками ну все начну получили какое-то разложение в кат x причем я замечу что если это многочлены в фат x то у них степени и фатах от x они все больше либо на единице поэтому там не бывает не бывает обратимых элементов поэтому это будет честно разложение значит ф это от x крышки они необратимы поэтому честно разложение значит он будет приводим и в кат x противоречия значит он был не приводим еще раз guarded «вномор» это многочлены которые у них полимерек астр Kannпной в смысле вы держите вы знаете что f от x допустим приводим в f от x что это пальцы значит что вы написали все многочлены за ними коэффициентами и вы вы разложили на какие-то многочлены у них сек desp rae FE вопрос можно из этого сделать вывод что она осталась как и многочлен с целыми коэффициентами ответ да и можно потому что если у нас есть многочлен который Triana к щkill на социальные коэффициентами то мы используя то урождение Ну и там берем, домножаем их на общий числитель и знаменатель, выносим за скобку, получаем такое равенство, сокращаем на него и получаем разложение с многощленными коэффициентами. То есть я пытаюсь сейчас убедить, что разложение с многощленными коэффициентами, оно как бы ничем не отличается. То есть это, в принципе, одинаковые вещи. Поэтому неприводимость там и неприводимость там, она эквивалентна. Если только этот многощленный 0, не равно константе. Потому что с константами отдельный вопрос Потому что все константы в f они обратимы И поэтому они являются неразложимыми элементами А тут про константы нужно отдельно говорить Потому что константы в k Они бывают там разложимыми, неразложимыми Это там вот эта вот часть А если у нас многочин степени Больше чем 0 И он примитивный, тогда вот эта неприводимость Она эквивалентна Ну, собственно, мы все сделали Для того, чтобы доказать Нашу теорему Давайте докажем Теорема Значит, если k факториально То k от x тоже факториально Значит, нам сначала нужно доказать Что существует разложение Первое Существование Разложение Ну, мы, собственно, все уже сделали Берем многочлен Вносим ноты его коэффициентом Вставляем его Значит, какой-то коэффициент a Вносит на Примитивный многочлен Значит, там мы раскладываем Как обычно В произведении просто простых элементов k Они же неразложимые Питые Неразложимые В k Ну, конечно же, они будут неразложимые в k от x Мы должны доказать, что они простые в k от x Не то, что они неразложимые Так что Они точно будут неразложимыми Осталось вот эту часть разложить Ну, я беру следующее Беру f от x Ну, и раскладываю его в кольце многочленов Над полем f Значит, это разложение В f от x Значит, опять же, пишу какие-то многочлены с волной По нашему утверждению получается, что тогда выполнено равенство Что f от x равно f1 с крышкой от x fn с крышкой от x Где Начните многочлены неприводимые В f от x И эти многочлены неприводимые в f от x Ну, как мы знаем Значит, они примитивные и неприводимые в f от x Как мы знаем, это равносильно тому, что они неприводимые в k от x И мы получили разложение Многочлена f крышкой от x Какие-то неприводимые в k от x Ну, значит, мы получили разложение Если мы многочлен Вы не снизу коэффициент, его разложили как коэффициенты Оставшая часть этой примитивной многочлены Он представляется в виде произведения примитивных и неприводимых в k от x многочленов Все, разложение есть Еще раз повторите Еще раз, значит, смотрите Значит, мы берем многочлены Мы хотим доказать следующее Что на любой многочлен, представляете, в виде произведения неразложимых элементов Берем многочлен Выносим из него коэффициент Наибольший общий делитель И остается примитивный многочлен, у которого у нас коэффициент в районе единицы И теперь мы их по частям раскладываем Вот этот коэффициент Его просто можно разложить в произведения неразложимых в k А элементы, которые неразложимы в k, они неразложимы в k от x Потому что если у вас элемент Мы даже доказали, что элемент даже прост в k от x Значит, он тем более не разложим там А теперь нужно вот эту часть разложить Как мы это делаем? Ну, просто я это уже делал уже сегодня три раза Делал четвертый раз Я делал следующее Я беру этот многочлен Значит, у меня точно совершенно есть разложение Его на какие-то многочлены У которых коэффициенты, ну, дробные Имеют дробный вид То есть это отношение элементов sk Дальше я выношу эти коэффициенты в заскобки Оставляю там только многочлены с целыми коэффициентами Ну и мы вношим их нот И получаем какое-то равенство Что примитивный многочлен на что-то равен примитивным многочленам на что-то Ну, значит, у меня равны эти примитивные части Ну, и вот я получил разгложение в произведении примитивных многочленов Причем, так как эти многочлены были не переводимые в f от x то эти многочлены будут тоже не приводим в от x. Потому что они отчетятся на константу. Поэтому константы это обратимый элемент в f. Поэтому если они не приводимы здесь, то они не приводимы здесь. Но иначе они не приводимы в k от x. То есть я получил разложение многочленов честное на неприводимые многочлены в k от x. смотрите если здесь поле то вот это кольцо на эвклидово потому что у нас есть виде норма виде степени но смотрите мы если у вас есть два многочленной fg в fx то мы всегда можете сделать следующее вот у вас есть степени в большем степени же может всегда ставший коэффициент же на ложь такой коэффициент чтобы да да то что поле то есть в кавка в к проблема в к правил в том что вы не можете до множества на перберете вот у вас есть там многочленный пер там 2x минус 5 и многочленных с квадрате вот вы не можете от на гаси на это здесь остатком потому что вы умножаете его на их запутать 2x квадрате ну как вы играть вас нельзя сократить не сокращается но вы можете раздеть его f от их с остатком ну и потом то есть то есть вы знаете что это многочлен может быть не делится но если вы домашний на какой-то коэффициент цен 2 то он там разделится как-то многочлен и можно получить остаток и из этого можно там что-то извлечь так еще мы что просто есть значит вторая часть если мы как существование все что нам осталось доказать это доказать что у нас любой неразложимый элемент является простым мы хотим доказать что если сейчас есть у вас есть неразложимый ну неприводимый многочлен то есть у меня произведение других многочленов делится на него то какое-то этих многочленов делится на f от x это свойство простоты или то что то есть нужно качество f от x простой элемент и опять же нас как бы есть две части потому что у нас есть многочленной степени 0 и степени больше нуля если многочлен степени 0 то эта константа это просто число п ну и вот доказательство того что это простой элемент вот но здесь приведет приведено если по неразложимый элемент к то он простой элемент в к тогда к папы я упражненному п область целостности значит многочлен этого кольца область целостности а это то же самое что кольцо к от их зеленым в характеризованный по диалу упражненному п значит по простой элемент к от x ну вот значит это верно поэтому все что можно доказать в случае когда у нас степень многочлена больше нуля ну во первых заметим что если многочлен не приводим то значит у него ноткоэффициентов равен дениться потому что иначе бы он раскладывался в произведении каких-то неразложимых элементов ну да опять же могу это стать качестве упражнения ну то есть но понятно да что если бы у меня и фатыкс был бы она и фатыкс крышечкой то получилось бы что у вас есть какой-то был какой-то простой элемент получилось бы что фатыкс здесь на простой неразложим элемент чтобы с ним совпадал ну как будем доказывать нас никаких способов нет кроме того как использовать опять же что у нас про катокс мы ничего не знаем что мы знаем про f от x мы знаем что в f от x любой неприводимый многочлен является простым потому что фатыксу реально значит f от x простой элемент то есть видите мы опять делаем то же самое у нас все неприводимые элементы это либо константы либо многочлены степени больше 0 или констант мы используем то что к с факториальным а то что если многочлен степени больше 0 то мы используем что фатыксу реально слышим что f от x простой элемент f от x это значит что ну вот если произведение двух точек делится на f от x то значит происходит делимость но не в конце к от икса в конце f от x это значит что ну без ограничения обществе у нас будет выполнена такой равенство что же от x равно f от x ну на какой-то q от x волной где q от x какой-то многочлен из f от x ну либо это верно либо или же от x либо для штуксу давайте будем стать для же тексты верно то есть какой-то из этих со множества и точно делится но в конце f от x но мы знаем что у нас разница раз ты плавка cf от x то мы можем из него извлечь равенство для кольца к от x ну значит он верно значит отсюда следует что же от x крышечкой равно f от x крышечкой на код x крышечкой все эти многочлены лежат значит они отличаются от этих многочленов на какие-то на умножение и наделение каких-то чисел с к а эти многочлен уже все все в к что это примитивные многочлены но что мы заметили но во-первых машин 85 прив screamide поэтому крыщиком тут могу стесить просто я тоже мдачлин этот модели старик совпадает но а также мы знаем что же от x но он делится на же крышечку от x потому что же от x у нас отличается на какую-то константу вот это этот многочлен это константа такой замк sell Scott x поэтому делится outlined пед profesion значит 58 на côе с крышечкой значит отихיה я psychEN фотоDafael nighttime f от икс тоже значит у меня же от x делится на f с крышкой от x которое равно просто f от x ну вот собственно вот мы доказали что если многочлен делится на на честь президентных многочлен делись на фото x то какой-то сихто множите просто делись на фото x уже в кольце k от x я могу даже написать чему равно отношение это просто будет то есть если я взять коэффициент и умножить его на q от x и вот получается же от x это будет какое-то число а на q от x на f от их с крышечкой ну вот я за частный нашел ну вот собственно все вот если мы доказали то мы доказали что нас любой не не приводим многочлен является простым элементом и значит и думаю сразу можем извлечь что у нас любой неприводимый прост из купе с пунктом 1 получаем что нас кольцо k от x факториально ну вот собственно закончена дальше сейчас мы еще немножко обсудим неприводимость и будем переходить ко второй поле курса но и смотрите значит сейчас дали мы сейчас доказали такую вещь то что и там на перебросе поле куда и у вас будет доказали перстукольцом угощенных потом переменных над q она факториально ну потому что вас кубка реализа школа от x 1 факториально q от x 1 x 2 факториально то что добавление 2 переменных первые так далее то есть это в принципе же самому все неплохо вот прежде чем переходить к расширением полей нам понадобится еще некоторые информации про токи и многочлены все-таки является неприводимы потому что мы но какие вы знаете факты по неприводимым многочлены но сейчас надо будет первое что интересовать поле из рациональных чисел но кое-что может сказать и для все или произвольного f понятно что у вас если вы посмотрите на фат x где в такое-то поле то вы даже знаете что вас все многочлены нулевой степени константа все многочлены степени 1 они неприводимы во-первых все все многочлены степени 1 то есть есть у вас есть многочлены степени 2 или 3 то фат x неприводимы тогда я только тогда когда f от x у него нет корней что-то корень огощая наверняка напоминать да а что а вот это уже не все понятно если многочлены степени гостин 2 или 3 то если бы он был приводим то он представлялся ли позиники это компонент значит так у нас все константы обратимы то произведение когда мы откладываем многочленов f от x то всегда у нас степени уменьшается поэтому если у вас погочлены он был был бы приводим то он представлялся ли пригласили пригласили причина в меньшей степени а значит у вас хотя бы один из этих поможет ли был степени 1 а значит у фат x есть корень поэтому если вы хотите проверять для степеней 2 и 3 2 и 3 что мы зашли не приводим можете просто прежде лет корней ну если у вас степень больше чем 2 и 3 то тут уже сложно потому что никаких разумных критериев неприводимости нет можно говорить что только частных случаях ну вот например возьмем в качестве f поле зальных коэффициент ну во первых я вот часто с удивлением узнаю что вы не знаете как проверить является ли иметь и многочлен на ткул корни это нам поможет в случае степени многочленов 2 и 3 но вот значит есть у вас есть ну понятно что любой многочин из код x можно привести вложению коэффициентах многочленов с целыми коэффициентами поэтому удобно делать так если мы берем многочленов с целыми коэффициентами а это целые коэффициенты вопрос когда значит если п на ку является корнем то что верно про эти коэффициенты вы знаете вообще знаете такое свойство чем еще можно сказать а что можно сказать что на что делится значит п делит а 0 и все ку делит а н это всем понятно надо комментирует да ну то есть если у вас выполнено равенство а n пв на куленный плюс так далее плюс а 0 равно нулю то вы можете доносить на куленный и получить что у вас все слагаемые кроме первого делится на ку ну п и ку естественно непереводимая дробь я это не написал но я подразумевал это вот то если вы намножите то у вас будет такое равенство и на на пвн плюс а n минус 1 на пвн минус 1 на ку плюс и так далее плюс а 0 на куленный равно нулю но у вас первое слагаемое делится на ку а так как по и кузову на просты то значит а м делится на ку ну а последний слагаемый делится на p значит оно делится на п то есть частности если вы хотите проверить что многочлены нет корней то вы просто проверяете все делители а 0 и а n и можете просто перебором про ишу многочлен нет корней и по крайней мере для многочлен степень 2 и 3 уже что-то можете сказать значит второе свойство которое вы тоже наверно знаете называется признак из энштейна он говорит следующее то есть я же суммирую для целых чисел а потом это будет очень страшно я пытаюсь умели для произвольного кольца только вы не падаете в обморок да значит берем многочлен а n на x в 1 плюс так далее плюс а 0 все коэффициенты целые если найдется такое число п простое если существует такое простое п ну простое целое число что а n не делится на п а n с 1 все остальные коэффициенты кроме а и на у делится на п а последний не делится на п в квадрате то это многочлен не приводим над код x то есть надо довольно мощная вещь да то есть например уберете ну дайте сразу к например проведем но нужно будет на семинаре вот им привести многочлен скажем x кубе минус 2 вот вас прошу почему он не приводим и вы можете вас и даже сразу два способа доказательства первых вы можете просто проверить что нет корней потому что если у вас не хотим отрубили с его корнем то у вас числитель 9 двойку а знаменатель 9 единицы на 1 единица поэтому вам нужно всего лишь проверить что плюс минус минус 2 нелеза корнями это легко проверить этого первый способ второй способ это признак применить какое мы по возьмем для того чтобы это проверить ну смотрите нам нужно чтобы а я не делился на п всех цен делись на п последний делся на п в квадрате любое не подойдет нам нужно что последний коэффициент делился на п поэтому кроме двойки у нас нет никаких вариантов поэтому начинать нас вот берем такой многочлен у него первый коэффициент не делится на п то что это единичка на двойку все коэффициенты делятся на двойку там они нулевые либо 2 а двойка делится на в квадрате поэтому получаем что он угощен является непривозимым и на самом деле аналогично можно взять любой многочлен видит там берете x в на минус p где по простое число и автоматически получается это многочлен тоже неприводим то есть даже вы сразу можете сказать многочлен н и степени что его в принципе вообще никак не разложить над кольцом код над кольцом q от x вообще никак нельзя разобрать многочлен просто из вот этого свойства не видели вы раньше видели доказывали но сейчас мы докажем в принципе я так могу сказать что то есть но как как его можно обобщить ну понятно что я могу заменить z на любое факториальное кольцо и как бы ничего не поменяется от этого и даже но даже я могу целое число заменить на что-то более общее а именно в общем случае ну а что до этого уже доказывали то чем буду повторять я лучше для общества докажу значит берем многочлен но над каким-то над каким-то кольцом факториальным к и пусть у меня ждали мне факториальность тут но сейчас поймем и пусть есть меня простой идеал и такой что а я на и не лежит в идеале все элементы лежат в идеале кроме аренного последний элемент не лежит в квадрате этого идеала тогда f от x у меня не приводим над кольцом многочленов поле частных катка ну вот если я целых чисел мы просто берем в качестве простого идеал идеал порожденного простым числом то никаких других простых идеалов нет и получается что как бы проверьте идеал трон делим сюда это число и как бы вот для к для если вы поставить вместо качестве z то будет ровно вот это утверждение ничего больше я единственное почему я провожу таком виде потому что но это на случай если мы будем обсуждать какие-то хитрые поля на утверждение понадобится для того чтобы показать что там какой-то многочлен прост который буду хитро устроен в общем будет применение какое-то даже ну давайте докажем общем случае чё нам допустим от x приводим пусть он приводим и это будет произведение двух многочленов ну где эти многочлен они лежат в f от x f это квадка поле частных к ну понятно что если я хочу говорить о разложении то у меня степень этих многочленов же быть меньше в степени f от x потому что иначе если меня хотя бы одну многочленов степени совпадает они учатся на константу а константы все обратимы поэтому я могу считать что в этом разложении степени g и аж меньше степени f давайте по все профторизуем по и рассмотрим фактор кольцо к по и как мы знаем это оба с целостности значит перейдем к фактор что происходит факторе но у нас если возьмете смежный класс f от x то у него все умрет потому что не все элементы кроме к старшего они ждут и поэтому факторе он будет просто равен а там а n x n то есть этот у многочлен останется только его старший коэффициент больше ничего ну и он равен произведению со множителей g от x аж от x ну теперь самый интересный вопрос как вот как вы вот берете многочлен а n x в одной как вообще вы можете разложить произведение двух многочленов ну понятно что у меня на самом деле это бы целости то же самое что к по и от x поэтому я могу считать что у меня просто многочлены но у которых коэффициент это элементы фактор по и поэтому у меня просто многочлен какой-то на степени он представился виде произведения каких-то двух других многочленов степени поменьше он представьте что у вас многочлен а n какой-то подошел на x вен и он процесс и президент двух многочленов какие-то мигащен могут иметь ведь вообще да ну скорее всего ну так хочется сказать что один из этих многочленов будет иметь и вид бмн xv мы другой будет иметь вид цикаты на x катай и вот то есть у нас эти многочлены будут иметь вот такой вид и никакой другой это очень правда почему ну да но можно сказать так что если мы возьмем на фир здесь и здесь минимальное нулевой коэффициент то произведения тут будут тоже минимальный нулевой коэффициент и он будет суп Oh старшим коэффициентом поэтому если возьмете минимальный коэффициенты в этих новых многочленах то они просто должны совпадать со старшими ну и поэтому это просто многочлен стоит наого сам множители Вот, но если мы это сделали, то дальше все очевидно Потому что у вас, так как m и k меньше, чем n То m и k больше нуля Тогда получится, что b нулевое равно c нулевое И этих классов равен нулю Значит, b нулевое и c нулевое лежат в i А значит, их произведение лежит в квадрате, оно равно a0 Поэтому мы получаем, что если такое верно То обязательно a0 лежит в квадрате и получаем противоречие То есть, еще раз Значит, если бы условие теоремы... Значит, в чем стоит условие теоремы? Он говорит примерно следующее Что берете многочлены, в которых в произведении по модулю i Все остатки убьются, кроме старшего А при этом нулевой остаток хотя бы одного из многочленов должен быть не нулевым Потому что иначе бы и произведение этих остатков, то есть a0, лежало бы в квадрате Но это возможно только в том случае, если у вас там какой-то из них равен нулю, а другой равен n Ну, такого быть не может, потому что у вас у этих многочленов степень меньше, чем в степени f от x Поэтому такого просто не может быть Ну, то есть, если у вас какого-то... Здесь был бы m равно нулю, тогда бы k было равно n Значит, ну, конечно, hx был бы и в этом кольце была бы степень n Но получилось бы противоречие Вот, опять же, если вы помните... То есть, доказательство для... Школьное доказательство этого факта, оно точно такое же, только просто без языка идеалов А именно, вы там берете минимальные коэффициенты, которые они делятся на p Перемножаете их, получается, что здесь, и вот то же самое Так что я, как бы, ничего нового, конечно, вам не сообщил Понятно, да? Но, какие еще есть... Значит, тут еще есть хитрый пример Который вам понадобится на следующей лекции Да, еще у вас... Я забыл сказать объявление, что на следующий раз К нам придет гость Такой Алексей Саватеев И прочитает какую-то зажигательную лекцию Но я даже боюсь, что он будет читать Потому что, скорее всего, он такое что-то прочитает Но не совсем строго Он будет пахать руками И поэтому я сейчас сегодня пытаюсь что-то рассказать, что у вас было хоть на что-то, на что можно опереться Скорее всего, он будет говорить про построение цирковной и линейкой Это, правда, тема, которую мы хотели проходить там немножко позже Но пораньше можно это послушать По крайней мере, это будет какое-то развлечение И я пытаюсь сейчас сделать некоторую подготовку к его лекции Да, и, скорее всего, она будет, как бы, в качестве этого В качестве рекламы мы сейчас сделаем, как бы, наглую рекламу И повысим стоимость посещения его лекции с единицы до двойки Да Какая тема? Конечно Да, значит, смотрите Мы сейчас, то есть, собственно, мы сейчас переходим к расширениям полей И, то есть, если в первой части мы Что, из важного, что мы сделали, это мы там решили или ксерим фирма для НРО-3 То вторая плана курса, она То есть, мы, конечно, будем использовать наработки первой половины Но она нам позволит решить задачи всякие про три секции угла, удвоение куба Мы поговорим про разрешимость в радикалах, если мы успеем В некоторых разы я даже говорил, доказывал основную терему алгебры Спор с помощью вот решения полей И также, если говорить про решения конечных полей, то они там важны с точки зрения кодирования, потому что всякие коды, которые основаны на конечных полях И мы про это тоже немножко будем говорить То есть, эта тема даже имеет больше приложений, наверное, чем первая половина Вот, наверное, давайте, наверное, Алексею понадобится доказать такой факт Вот этот, ну, понятно, вот такие тривиальные примеры при заказочтенного Значит, будет еще один интересный пример Значит, вот есть у меня P простое целое число То будет важно Ну, я скажу сейчас, зачем это нужно, и потом докажу этот факт Значит, чтобы понять, какие правильные нынугольники можно построить с помощью циркульной линейки Надо говорить про многочлен xvn-1 Ну, где этот нынугольник, который вы хотите построить? Потому что все, что вы хотите сделать, это, на самом деле, взять комплексную плоскость И с помощью циркульной линейки построить какой-нибудь корень на степени из единицы Если вы один корень построили, минимальный То дальше вы уже с помощью поворотов сможете его размножить и построить правильный нынугольник А это значит, что вы хотите, на самом деле, добавить корень вот этого многочлена И для того, чтобы понять, как это все устроено Будет полезно посмотреть на многочлен Ну, этот многочлен, естественно, раскладывается на x-1 На x степени n-1, плюс так далее, плюс 1 И вот этот многочлен Он иногда будет непереводимым И в частности, если бы простое целое число То вот такой многочлен Значит, x степени p-1, плюс так далее, плюс 1 Он будет непереводим Nat Quad X И это будет важно для того, чтобы понять Можно ли построить вот такой правильный нынугольник с помощью циркульной линейки Ну, как бы, конечно, тут вообще непонятный Причем признак из Эйсштейн Да, все коэффициенты единицы Что, как мы ничего не сможем применить Ну, мы сделаем некоторый трюк А именно, ну, понимаете В самом многочлене может и не быть такого Что у него есть вот такое простое целое число Для которого эта штука проходит Но иногда бывает так, что его можно немножко подвигать Мы же можем делать многочлене заменой типа x x, x плюс а И это будет тот же самый многочлен Но надо просто а правильно подобрать Вот как вы думаете, какое лучше взять Чтобы, когда мы вот раскроем скобки У нас получится какой-то многочлен У которого коэффициенты будут удовлетворять признаку Эйсштейна Подсказка Этот многочлен Это x степени p минус 1 Делить на x минус 1 Как вы думаете, какую замену, вот такую замену лучше сделать? Какое а нужно взять? Минус 1 Конечно, берем t равное x минус 1 Тогда этот многочлен превращается в t плюс 1 в степени p минус 1 делить на t Правильно? Так, раскроем Здесь получится следующее Вот, наименателе будет t А в сеттеле будет написано t плюс p плюс csp по 1 на t в степени p минус 1 Плюс csp по 2 на t в степени p минус 2 Плюс и так далее Плюс csp по 1 на t Плюс 1 минус 1 делить на t Ну, единица сокращается На t мы сократим И получим многочлен Вот такого вида t в степени p минус 1 Плюс csp по 1 на t в степени p минус 2 Плюс и так далее И все заканчивается csp по p Так, значит, мы применим Признак разрешения к какому простому числу? p, значит Что? csp по p это минус 1 А csp по минус 1, да, правильно Значит, как вы знаете, csp по k всегда делится на p И, во-вторых, последний коэффициент тот равен как раз p Потому что csp по минус 1 И он не делится на p в квадрате Поэтому, применяя признаки члена для такого многочлена Получаем, что вот такое многочлена на t ку не приводим То есть, в частности, если вы берете многочлена к степени p минус 1 То возложение на t ку выглядит так Что это просто две скобочки Ну хорошо, давайте тогда поговорим немножко про Я вот начну, чтобы говорить про чтение полей Надеюсь, я скажу достаточно, чтобы вы на следующей лекции тоже все поняли И вам было комфортно Ну, вообще говоря, ну я Как всегда, сначала говорю некоторые общие слова про поля Но вы, наверное, все знаете Что, как бы, вот что-то у вас есть поле f Значит, первое, что я хочу сказать сразу Что у поля есть характеристика Характеристика поля Это Минимальное количество единиц Минимальное такое k Что Сумма единиц Объединенной k раз Дает 0 Ну или 0 Если минимум не существует То есть у вас характеристика поля Это либо конечное число k Если сумма к единиц дает 0 Либо 0, если такого минимум не существует То есть вы сколько единиц не складываете Получите Никогда 0 не получите Ну, понятно, что Легко доказать, что Характеристика Это всегда простое число И дальше Автоматически Если возьмете любое поле Это значит, что Что внутри вашего поля Живет какой друг Обязательно внутри него Живет известное вам поле Значит, если Характеристика поля Равно 0 То всегда Ваше поле содержит Рациональные числа Ну, потому что Если у вас характеристика поля Равно 0 Значит, вы содержите У вас Сколько единиц Складываете У вас 0 не получится Значит, на самом деле У вас есть натуральные числа Внутри вашего поля Значит, есть целые Потому что вы можете их обращать Есть с ним обратные Потому что Вы берете противоположные обратно поэтому вы получаете что все к вас лежит а если у вас характеристика поле равна p ну значит содержит тоже самым zp может он любил такое поле то есть по крайней рекой бы поле не взяли у вас внутри всегда есть какая-то уже заданная структура нас первую очередь и следующая вещь мы с вами знаем уже что если вы берете поле берете кольцо многочленов и берете факторизуете по комнате приводимого многочленов по идеалу порожденному не приводим многочленов то это будет поле с вами это доказывали на прошлой лекции ну потому что у вас если у вас в поле тэп вот и кстати в кольцо точка 100 главных идеалов если у вас есть не придем на гостин то прожать собой максимальный диана фактор по ним будет полем почему это поле важны потому что на самом деле если посмотрите то у вас в факторе обязательно будет лежать корень многочленов от x то есть вот этот способ это факторизация на самом деле способ говорить о корнях многочленов как обычных числах и собственно вся идея вот например построить цирку линейки это понять как бы то есть нас есть какие-то числа которые в нашем поле не лежат но такие числа можем построить мы какие или какие элементы можно построить вот надо понять как можно сейчас как числами и что вообще такими сосним лет то вот это вот поле но расширением полей если поле f содержится в поле эль поэтому за штука называется расширение полей значит самое опять же очевидно утверждение которое может быть тоже у вас было это что у вас эль обладает естественно структуры линейного пространства над f если у вас есть то давайте даже утверждение напишу туэль это линейное пространство над f что такое линейное пространство это значит нас элементы или можем умножать на f как на коэффициенты можем складывать операции сложения элементов их как векторов она согласована с умножением на коэффициенты конечно все верно потому что у вас я живет внутриель поэтому вас умножение для умножения и есть дистрибутивность есть ассоциативность есть поэтому вас к что может делать все что угодно ну то есть вы можете это доказать можно там на семинарах поподробнее поразбирать но из этого важного утверждения следует что у вас определенная такая штука как размерность f над эль эль то есть эль над эль то есть размерность расширения это размерность линейного пространства она понятно может быть конечный бесконечный и первая наш цель это будет доказать что если вы берете многочлен берете вот такой фактор берете фатекс флоризуете по многочлену прожженным f от x то она содержит f и степень решения то поле она просто равна степени этого многочлена вот сейчас я напишу два факта который нам понадобится или три катапа тысяч лекция дальше как бы я прошу про них поговорю пытаясь их доказать но я просто не хочу торопиться а то иначе ничего не поймете но как бы вы можете им пользоваться следующей лекции а дальше может поподробных еще расскажем это первое что нужно знать до что я сейчас напишу кем примера что было понятно что происходит второе что есть у вас есть расширение полей цепочка расширения полей или башня решения полей f ложного лужно к то и там и как бы все эти размерности конечно тогда у вас выполнено вот такое отношение что размерность расширения она равна произведению размерностей сейчас ночь канат f это произведение канат l умножить на или над f да еще говорят именно размеры степень расширения тут по-разному говорят давайте каким пример напишу что проще происходит ну например берете выклад x вы там ну наверное рад их даже и фатеризуется многочленную и сказать плюс один чего получите не знаете получите понятно все получим мы получим c ну то есть мы то есть на самом ли вот эта процедура это мы просто берем r и добавляем к r корень многочленной x 20 плюс один цвет на самом деле с добавленным r от и то есть просто c ну и вы знаете что c это комплексная плоскость она это нормально его можно рассмотреть как как плоскость над от и как линия пространство над r размерности 2 собственно к степень эту многочленные есть еще можно постепенно ну понятно то есть внутри все можем сказать во первых хорошо давайте я напишу еще перекрыть оперку от x если от футболизую по такому же магазин что я получу значит это будет клад и что такое клад и но на самом деле тут вообще должен наверно писать вот так вот ну потому что стоимость происходит я многочлен опять же то есть я добавлю добавляю грубо говоря корень этого многочленного потому что вот в этом факторе если возьму образ икса то укройте плюс один будет равен нулю то есть у меня там будет элемент коров корицы равен нулю но если я рассматриваю это как подполье в c то тогда у меня как раз и будет этим корнем это будет q от и но если у меня есть то есть это вот такие числа вида а плюс бы и на гамму плюс дельта и если это нужно сопряженная могу на самом деле привести к виду просто типа какое-то рациональное а плюс какое-то рациональное б и на самом деле эта штука она в точности равна q с каратными скобочками от и то есть на самом деле вместо того что брать отношения таких элементов я могу брать просто вот такое выражение ну и вот это главное утверждение которое на самом деле я бы хотел сказать доказать мы сейчас посмотрим пусть у меня есть f и она лежит внутри какого-то ель и у нас есть элемент альфа из эль какой-то причем существует многочлен f от x из f от x такой что f от альфа нулю значит f от x не равны нулевой многочлен у которого альфа является корнем то есть пусть вот у нас есть какое-то расширение в котором корни многочлен лежат здесь можете представлять что вы живете множество рациональных чисел и узнаете что у вас рациональные числа не лежат внутри комплексных чисел а вы знаете что любой многочлен который бы на тку не взяли у него все корни же от сцепта уж с алгебируем кутэ поле и поэтому можно представить что любой любой элемент q это вот элемент c но мы хотим понять что будет когда мы хотим добавить добавить альфа такие элементы они называются алгебраическими элементами над f то есть элемент алгебраическим если найдется такой нетривиальный многочлен который его обнуляет ну и я хочу доказать следующее сейчас будет такое утверждение к трубы длинная но для если может быть коротким ну и надеюсь я так называют следующие вещи что во первых ну давайте думать пусть м альфа от x это многочлен это минимальный многочлен для альфа то есть ну давайте на это же не докажу и наверно этому закончена то есть не выполнено одно из следующих моментов условий для него выполнено одно из следующих моментов условий то есть во первых это многочлен минимальной степени многочлен минимальной степени такой что м альфа от альфа значит ну из из f от x такой что он обновляется в альфа во вторых м альфа от x неприводимый многочлен который обновляется в альфа в третьих м альфа порождает идеал всех многочленов от x у которых альфа это корень да тут еще надо сказать что он у него старший коэффициент равен единица то есть ну сейчас пишу но это для однозначности потому что смогут много многочленов вот и в этом случае если я хочу пропакторизовать f от x по м альфа от x то это то же самое что я добавлю и фото с круглыми скобочками то же самое что и фото с квадратными скобочками ну отлично взрывать успел но непонятно дать и не успею хорошим на смотрите дать его про и пролистрирую хотя бы на том примере однако чтобы следующий раз то есть еще раз что я хочу сказать что если вы хотите посмотреть на ну вот это то что говорил что на самом деле фактор по неправильному многочлену это добавление некоторого некоторого элемента альфа к вашему полю причем вы можете брать не просто не им можно брать не такие дроби вы можете просто добавить альфа как кольцо и это будет то же самое давайте я скажу две минуты про примерно 1 для x кубе минус 2 но то берете число вот поле f у меня будет равно q а элемент альфа это будет коль кубических двойки вот это утверждение говорит о том что если я могу просто возьму q от корня кубических двойки то есть все такие элементы вида а 0 плюс 1 корень кубических двойки плюс а2 корень кубических четверки где а 0 1 на 2 рациональные числа то это будет такое честное поле который содержит q ну и сверху только такой минимальный поле который с куку куку кубических двойки ну и вот это все может как можно сказать мы просто берем все многочлены которые обновляется в альфа это многочлены и началась и фатекс кольцо главных идеалов поэтому все многочлены которые обновляются в альфа они прожают каким-то одним многочленом и тогда но это многочлен будет не что иное как из куб минус 2 можно сказать что он не приводим а и значит если бы значит во-первых смотрите это мы гости не приводимый поэтому если был бы удачен меньше на который бы которого тоже альфа был был бы корнем тогда это многочлен длился не с остатком и получилось бы что остатка тоже корень кубических двойки корень а никому меньше многочлен такого не бывает поэтому вот от многочлен он временно как бы и многочи на нем степени у потом какую чудески звуки корень и приводим многочлен Organization кормик очки всколько корень и все многочлены которого курит мишек закон делится на него поэтому все эти условия как бы в зарядных ну и в этом случае вот эта штука она просто экономическе изоморфно как всем многочленов плат их по корень кубического поиск и плюс два потому что вы просто берете кват их собрать его в клат корни кубических двойки за меня их на Brief убий spacious двойки Тогда у вас идеал, по которому вы авторизуете, очевидно, будет вот такой Поэтому тут на самом деле качество не очень сложно Я их не успел сказать, но это не важно Короче, главное, чтобы вы должны сегодня запомнить просто Это, грубо говоря, вот эти два факта Я их в следующий раз подробно расскажу И на семинарах они будут с примерами А дальше в следующий раз вам Алексей Шемид расскажет на основе вот этих фактов А это я еще раз повторю Все, всем счастливо, спасибо